Это Пульс дня. Мы продолжаем выпуск. На связи со мной журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя. Здравствуй, Артем. Здравствуйте, уважаемые зрители. Спасибо большое за то, что нашел время, присоединился к нам сегодня. Ну вот, пару недель назад Иракский парламент принял закон, который осуждает любые попытки нормализации отношений с Израилем. В то же время мы слышим постоянные вот эти призывы, что Америка должна перестать быть мировым полицейским. Но одновременно с этим мы видим, что Америка вводит военных в Сомали. И как ты считаешь, какую вообще роль Соединенные Штаты сейчас сыграли вот именно в этом законе, который в Ираке принят? Ну, роль в Ираке Соединенные Штаты стали такие, что, знаешь, как говорил и пел Владимир Семенович, я не люблю, когда наполовину. Вот есть люди, которые сегодня и уже последние лет там 10, 5, а то и 15 считают, что чем дальше, тем грунче, утверждают, что не надо было, скажем, свергать Саддама Хусейна. И что вот тот факт, что, например, сегодня формально демократически избранный иракский парламент, который существует благодаря американской операции по свержению Хусейна, он демократически принимает такие законы, совсем не в ту сторону, на которую были надежды в свое время, что это доказывает, что не нужно распространять демократию, не нужно Америке быть мировым, так сказать, условно либеральным мировым полицейским, что от этого только хуже, что от этого нестабильность и так далее. Я считаю, что проблемы здесь ровно обратно. Проблемы начинаются не когда Америка активно занимается мировыми делами и пытается активно распространять свою форму, так сказать, социально-политического устройства общественного, а когда она перестает это делать, когда она сбавляет обороты. Проблемы в Ираке, например, начались, когда Америка начала где-то в середине нулевых сбавлять обороты. Не забывая еще о том, что, кстати, целый ряд ведущих мировых держав от Франции до Китая не поддержал свержение самого Саддама. Вот, ты знаешь, мне вспоминается очень забавный скетч из передачи Мэтт Ти Ви, где формально был изображен Стив Джобс, а на самом деле это имелся в виду президент Буш-младший. Значит, Стив Джобс рекламировал, это примерно 2007 года ролик, Стив Джобс там рекламирует продукт под названием Ирак, который представляет себе такую дымящуюся и шатающуюся этажер. И Стив Джобс, то есть Джордж Буш, говорит о том, что это на самом деле замечательный продукт, когда ему журналисты говорят, что вы что, там, значит, она же дымится, там, надо из нее вытащить все, что можно говорить наоборот. Нужно туда ввести еще больше вещей, чтобы стабилизировать. Вот. А потом он переходит, после Ирака, он переходит к продукту под названием Иран, который представляет из себя кроссовок с надписью Иран, да, как бы каламбур по-английски, я бежал, Иран. Вот. То есть, как бы намек на то, что после Ирака мы займемся Ираном. Вот, к сожалению, мы до сих пор по-настоящему Ираном не занялись, и последние три администрации, две из них заигрывали, и Байденовская продолжает отчасти заигрывать с каким-то примирением с иранским режимом, а Трамповская вела себя в духе шаг вперед и шаг назад. Потому что мы помним, что два года назад уже чуть больше был ликвидирован в Ираке как раз иранский генерал Сулеймани, генерал корпуса стражей революции исламской. И уже ожидалось, что будет какой-то полномасштабный конфликт, который с большой вероятностью привел бы к падению этого режима. А дело кончилось, в общем-то, по-любому. Более того, за Ираком и за Ираном даже осталось как бы право последнего удара, потому что они тогда нанесли какие-то ракетные удары по американским позициям в Ираке. Вот когда Америка сбавляет обороты, перестает вести вот этот нажим, идейный, вполне такой четкий нажим на антидемократические режимы, вот тогда пробирается, вот в щели, которые открываются этим сбавлением оборотов, прорывается влияние таких режимов, как иранская мулакратия, как российский режим. Вот просто в этом ролике из Мэтт-ТВ там как бы пародируется вот это отношение, что мы должны идти еще, мы должны добавить. Это было сделано ролик как раз в времен, когда был троп-сердж, который инициировал президент Буш. Но это был забавный ролик, но на самом деле подход, который он пародирует, это подход, который я разделяю. Потому что если мы вспомним, троп-сердж помог серьезно придушить террористическую активность в Ираке, которая снова возросла, когда американские войска в основном ушли оттуда уже при Абате. Вот. Поэтому, вот есть еще такой очень интересный момент. Лет 20-15 назад, когда Буш был во власти и вел свою политику, многие комментаторы говорили, что он пытается использовать шиитов Ближнего Востока и Персидского залива стран как своего рода троянского коня в тех переменах в пользу демократии, которые были задуманы. Это было рискованно, потому что главная шиитская держава это Иран, но поскольку Иран это персы, а, скажем, Ирак, Бахрейн это шииты-арабы, то они не очень традиционно дружили с Ираном. И расчет был на то, что шиитское население Саудовской Аравии, Йемена, Ливана и так далее, что их как-то можно использовать в продвижении, в подталкивании тамошних режимов к демократизации. Сегодня это, к сожалению, забыто, и многие считают шиитскую общину главным соперником, главным противником и Запада, и Израиля, и Америки в этом регионе. Это неправда, потому что на самом деле тоталитарные и продемократические силы есть на любой улице, религиозной, этнической, какой угодно, на сунницкой, шиитской, христианской, даже на еврейской. В этой части не очень понятен тогда интерес Соединенных Штатов. Почему мы говорим, что Соединенные Штаты должны лезть вообще в политику Ирака, например, по отношению к Израилю? Я не очень это понимаю. Все-таки при том, что само движение за то, чтобы Соединенные Штаты не были таким мировым полицейским, оно в принципе растет, я бы сказал, и не только где-то там за рубежом, за пределами Соединенных Штатов, но и внутри страны. Ты понимаешь, вот в этом очень интересный аспект нашего исторического момента, что растет движение за инцеляционизм не только в Америке, но и в Европе, например, в той части света, которая последние 30 лет, можно сказать, что и... Алексей, да, я прошу прощения, я тебя перебью, просто я хочу добавить, что здесь всегда мы еще упираемся не только ведь в политику, мы упираемся в деньги. Деньги это дополнительные расходы для Соединенных Штатов и, как следствие, это, конечно, инфляция. Понимаешь, в таких вещах, в таких вопросах деньги, как бы то, что мы тратим, будь то на поддержку Украины или в свое время даже на свержение Саддама или на борьбу с режимами типа Асада, или теперь на оппонирование Ирану, а на оппонирование, скажем, Китаю коммунистическому, это инвестиция, которая в долгосрочной перспективе, а порой и в краткосрочной, ну, может не в краткосрочной, но в средней перспективе вполне окупается. Потому что теоретически, если мы, например, войдем, ну, даже если Америка войдет в прямой конфликт с Ираном, кстати, популярнейший, влиятельнейший ультраконсервативный радиокомментатор Марк Левин сказал пару лет назад, вот когда был ликвидирован Сулеймани, он сказал, Америка выиграла войну с Ираком за 43 минуты и выиграет войну с Ираном за 54 минуты. Это будут не такие большие уж траты, которые приведут к гораздо большему выигрышу. То, что получить, например, другой совершенно режим в Иране, который был бы лоялен, хотя бы, если не открыто дружественно, то спокоен в отношении и нас, и арабских соседей, и Израиля, и Европы, и к тому же мог бы выйти, вернуть на мировой рынок, скажем, иранскую нефть и газ, это бы дорогого стоило, это бы окупилось в старице. И, понимаешь, вот ты упомянул даже Сомали. Последний раз мы вводили войска в Сомали лет 30 назад, по-моему, при президенте Клинтоне, и быстро оттуда вышли, когда был теракт, после которого погибло, по-моему, человек 30 морских пехотинцев. Не захотели тогда, на пике американского могущества, как и большинстве других горячих точек, при Клинтоне не захотели заниматься. Сегодня, когда вроде бы мы на спаде, вроде бы общественное настроение на спаде, тем не менее мы вынуждены это делать, потому что, вот я начал говорить про исторический момент, он показывает, что Америка не сможет просто так сложить в себя полномочия мирового шерифа. Этим кто-то должен заниматься. Лучше пусть это будут делать Америка и ее союзники, типа там Британии, в некоторых регионах регионально это могут делать страны поменьше, типа Австралии. Чем это будут делать, например, путинская Россия или коммунистический Китай? Что касается конкретно, скажем, ситуации с Ираком, ну, понимаешь, это решение Ирака и похожие решения, например, Кувейта, идут вразрез с тенденцией в арабском мире, которые сейчас, как раз вот это одна из тех заслуг, которые действительно можно обменить президенту Трампу, вот Авраамовы соглашения. У них есть какие-то недостатки, они, может быть, не настолько блестяще работают, как некоторые считают, но они работают. И сейчас, вот сегодня только я открываю имейл и вижу, что уже идут разговоры о нормализации чуть ли не дипломатическом взаимном признании Израиля и Саудовской Аравии. И на этом фоне то, что принял Иракский парламент, идет абсолютно в другую сторону. Идет в другую сторону под давлением явным иранского парламента и вполне возможно даже под косвенным давлением России и Китая. То есть, как бы, battle lines are drawn, да, как бы, линии противостояния, они достаточно вырисовываются все больше и больше, контуры этого противостояния. Поэтому то, что дело сделал сейчас Иракский парламент, вопреки, кстати, решению местного собрания, мы с тобой говорили об этом пару месяцев назад, где участвовали курдские, еще какие-то там сунницкие арабские племенные лидеры, которые, наоборот, провели конвенцию с призывом нормализовать отношения с Израилем. То есть, это вопреки воле значительной части самого же иракского населения. Меньшинства, но очень крупного меньшинства, как бы, совокупно примерно 40%. Мы видим, что это, как бы, игра, прежде всего, Тегерана, которой нужно противостоять. И интерес Америки, если он заключается в том, что в конечном итоге собрать шинели, пойти домой, то собрать шинели, пойти домой можно будет и из этого региона, и из многих других, только когда мы добьемся решительного перелома, решительной победы в наших целях, в нашей программе действий. В случае с Ираном, Ираком, когда мы добьемся того, чтобы, скажем, Ирак все-таки присоединился к тенденции нормализации с Израилем, а Иран просто, чтобы, вероятно, получил какой-то другой политический режим. Поэтому, вот понимаешь, Америка давно бы хотела, она и не хотела никогда особо быть мировой державой, пришлось. И до сих пор приходится. И мы видим, как, знаешь, как бы последние три администрации хотят сбросить эту нож, эту торбу, и не получается. Мы вынуждены лезть в Сомали, мы вынуждены поддерживать Украину, мы вынуждены оппонировать Китаю, и мы вынуждены обращать внимание на Иран. Алекс, спасибо большое за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист из Нью-Йорка Алекс Якубсон. Таким был этот день, как его увидели мы в редакции программы, сразу после Юрия Ростова, моя коллега Наталья Быстрицкая с Паскриптумом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!